Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях Ольга Лаптева, писатель, журналист, продюсер. Ольга приехала к нам в Чебоксары на кинофестиваль. И о том, что она здесь планирует сделать и какие у нее планы появились после недолгого пребывания в столице Чувашии, мы сегодня об этом поговорим. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Ольга, вы в третий раз приезжаете в Чебоксары. И я так понимаю, вам здесь у нас очень нравится? Очень нравится. С первого раза, это было три года назад, меня сюда приглашали в качестве журналистки. Я очень полюбила эту землю и многое хорошо писала о ваших культурных событиях. И уже в прошлом году я привезла свой документальный фильм как продюсера, он называется «Шесть дней» о еврейской скульптуре, о создании Миноры. Минора – это такой себе свершник. В течение шести дней, как мы знаем, Бог создавал землю и на седьмой отдыхал. И вот мы в течение шести дней показали, как происходит этот процесс от замысла до воплощения. Главным героем в моей картине явился Гриша Златогоров. Это уникальный скульптор, который работает в старой стилистике Шагала. А в этом году, как продюсер, я привезла фильм «Недельные первые километры победы» о том, как в первые дни войны фашисты заходили на нашу землю, и жители одного небольшого села на генеральной линии фронта оттягивали на себя вот эти пролитные бои. Благодаря именно таким стратегическим точкам состоялась победа. Это фестивальное кино, конкурсное? Это внеконкурсная программа, документальное кино. Но я знаю, что у вас, кроме показа фильмов на кинофестивале, в Чебоксарос состоялось немало встреч, и уже родились какие-то новые проекты. Это правда. Буквально три дня назад профинансировали здесь, на этой земле, мой следующий проект. Это будет документальный фильм с рабочим названием «Родина Чапая». И как только мы завершим сценарий, мы приступим к съемкам. То есть вы вернетесь в Чувашию и будете снимать про нашего легендарного героя? Да. Ну, кроме того, Ольга, вы были здесь помимо кинофестиваля, вы презентовали свою книгу. Да, это было в прошлом году. Моя книга «Вкусно» с Ольгой Лаптевой. Очень успешно прошла презентация. И в прошлом году мы обсуждали тему проведения здесь гастрономического фестиваля и выпуска новой книги о Чувашской кухне. Я думаю, что уже этот проект близок. Мы планируем его осуществить буквально осенью этого года. Ну, я знаю, что вот ваш гастрономический проект, ваша гастрономическая книга, он продолжает. Уже в новом формате. Вы уже обратили внимание не только на взрослых, но и на детей. Да. К сентябрю издательство АСТ утвердило выпуск книги «Детям вкусно» с участием мультипликационных героев. Также выйдет моя книга о диетах и здоровом питании. И сейчас в верстке книга «Мировое турне» «Кухни мира». Там четыре стихии. Огонь, вода, воздух, земля. И, соответственно, рецепты мяса, рыба, вегетарианское меню и птицы. Это интересно. Более того, я вам скажу, совсем недавно я подняла два международных проекта. Один я летала в Индию на переговоры и была в Дели, Калькутте, Осами и Курге. И мы подтвердили выпуск индийской кухни в России. И, соответственно, поскольку я веду гастрономические туры, и они очень успешно проходят в Грецию, то к греческой Пасхе следующего года мы выпускаем вкусно в Греции. Так что есть чем заняться и скучать не приходится. Ну, в общем, у вас такие разнообразные планы, разнообразный интерес от документального кино, абсолютно разностороннего, да, здесь и национальные, и военные наши истории, и гастрономические. Я еще знаю, что вы имеете непосредственное отношение к Союзмультфильму. Да, до недавнего времени я вела пиар-отдел Союзмультфильма. И, соответственно, в этом году я представила набор, мультипликационную программу на фестиваль. И я сделала подборку лучших мультфильмов студии «Пилот», студии «Пчела». И они успешно транслируются в кинозалах. А, например, какие вы можете назвать успешные фильмы? Вы знаете, это подборка. Их там достаточно много на полтора часа. Все знают гору самоцветов, все знают, следствие ведут колобки. Кукольная анимация представлена студией «Пчела», художественный руководитель Маша Муа. Там интересные такие, с глубоким драматическим сюжетом вещи. Это многослойная такая большая работа. Ну, то есть это не современные коммерчески успешные проекты? Нет. Это такие фильмы со смыслом. Да, фильмы со смыслом, классика, все самое интересное, что сделала студия за последнее время. Какой ваш любимый мультфильм? Вы знаете, я их смотрю в большом количестве и очень по-разному отношусь к каждому. Я присутствую ежегодно на фестивале в Суздале и на фестивале Крок. На Кроке представлена и международная авторская анимация, в том числе. А в Суздале привозят все самое лучшее за последнее время, включая дебюты молодых аниматоров. И каждый год он отличается от предыдущего. И поэтому работы каждого года, они другие. То есть я так особенно не фиксируюсь. Понятно, что есть классика жанра, и мы все знаем мультфильмы нашего детства. Но поскольку программа многослойная, интересная, проекты короткого метра, авторской анимации коммерческого кино идут, то я бы здесь не стала останавливаться на особенно любимых. Это просто как пласт работы. Я отсматриваю их и пишу рецензии, беру интервью. В зависимости от представленного слоя. Этого много. Это как если бы вы меня спросили, вот ты приезжаешь, Лаптево на Кинотавр, смотришь МКФ или приехал к нам. Какой у тебя любимый фильм? А я не скажу, потому что должно пройти время, анализ ситуации. И в данном конкретном формате времени и места я отслежу какие-то новые тенденции, я посмотрю работы. И кому-то я отдам предпочтение какому-то фильму. Это несомненно. Но может быть это произойдет вот так не сразу. Ну вообще, если мы заговорили про кинофестиваль, он десятый. И, наверное, он уже действительно получил... Зрелый. Зрелый, да. Он уже в таком достаточно солидном возрасте. Уже получил какое-то имя, получил какое-то признание. И уже люди сюда едут, да, сами. Да. И мне кажется, что еще Чувашская земляна настолько прекрасна. В тот раз приехала, ездит и ездит потом к вам. И не отобьешься. Ну да. Мы рады всем, когда к нам приезжают гости. Это правда. Но и потом формат фестиваля, он очень необычен, он уникален. И все представленные работы, они также уникальны и своеобразны. Это интересно, отличает его от всех остальных. Ну да. Тем более, в эти же дни там проходит Каннский кинофестиваль. Тут в Чебоксарах Чебоксарский фестиваль. Я, конечно, понимаю, что это немножко разного ряда. Но... Ну каждый находит себе место. Каждый находит, да. В фестивале вообще много их, по-моему, от 200 до 400 в год. И, в общем, устанешь ездить. Кто-то для себя выбирает конкретные, да, по работе, особенно если это профессионально связано, либо по приглашению, если это новые фильмы. Ну, у меня, знаете, в связи с этим такой вопрос. Фестиваль, Чебоксарский кинофестиваль, он такой фестиваль малых народов, как бы обозначается, да. Такой маленький, уютный, где не показывается большой метр, там какие-то короткометражки. Ну, полный метр тоже идет в конкурсе, в обязательном порядке. И короткий метр, и документальное кино, это все есть. Ну, я имею в виду, что это вот не такие коммерческие успешные фильмы, это нечто авторское. Да, и насколько будущее за этим? Вы знаете, он же себя уже заявил, 10 лет он существует, и мне кажется, это как раз задача дирекции, да, для того, чтобы он оставался и был. Наверное, если у него хорошо складывается судьба, он останется и будет. Спасибо большое, Ольга, за беседу. Я надеюсь, что мы не в последний раз с вами встречаемся, вы не в последний раз приезжаете в Чувашию. И успехов в реализации всех ваших проектов. Спасибо, у нас с вами все только начинается. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Ольга Лаптева, продюсер, журналист, писатель, гость 10-го Чебоксарского кинофестиваля. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»